Воспитание доброты и ответственности с детства. Инициативная группа учащихся гимназии номер 259 провела урок доброты для учеников начальной школы. О чем рассказывали юные зооволонтеры своим младшим товарищам, смотрите в следующем сюжете нашей программы. В один из последних дней учебного года у учеников 2-го Б-класса гимназии номер 259 прошел не совсем обычный урок. К ним пришли старшеклассники, чтобы рассказать ребятам о том, какая это большая ответственность – содержать домашнего питомца. Главная цель такого занятия – формирование у детей ответственного отношения к миру, в котором они живут, и умение заботиться о тех, кто нуждается в этом. Детям рассказывали о домашних животных, кошках и собаках, о том, как правильно содержать своих питомцев. Зооволонтеры также рассказали младшим своим товарищам истории, когда домашние животные оказываются на улице и становятся бездомными. Никто по нашей вине, ни одно животное не должно сделаться нелюбимым, грязным, бездомным, несчастным. Каждое животное, взятое в дом, должно быть любимым всю его жизнь до самого конца. Мы сегодня готовы принять приглашение и стать зооволонтерами всем своим вторым В-классом. Мы с удовольствием поможем, чем можем. Классный руководитель 8-го А-класса Ольга Выставкина в начале учебного года предложила детям своего класса и их родителям организовать акцию по сбору корма и других нужных вещей для кошачьей передержки в нашем городе. Однажды просто была моя инициатива, я купила несколько пачек корма, отнесла и узнала о такой проблеме. О женщинах, которые пытаются как-то решать эту проблему в нашем городе, лечат этих котов, пытаются пристроить, об успешном, не очень успешном опыте и как-то вот влилась. В одном из сюжетов Тихоокеанского телевидения уже рассказывалось о временной передержке для собак и о трудностях, которые преодолевают неравнодушные люди, волонтеры, чтобы ее сохранить. В Фокино также существует передержка для кошек Мурляндия, организованная инициативной группой «Верное сердце». Я хочу обратиться к жителям нашего города, потому что многие не знают, что в нашем городе есть такая волонтерская группа, которая помогает бездомным животным, вернее животным, попавшим в беду. Мы не просто так ходим там по улице, их собираем, мы собираем, помогаем тем, кто нуждается в этой помощи. Конкретно вот эту кошку, ее спила мышина и она бы просто погибла. А мы ее прооперировали и вот теперь она здесь и ждет своего хозяина. «Верное сердце» существует уже пять лет, но этот временный приют для кошек может закрыться в ближайшее время. Так как лечить, содержать 16 кошек и оплачивать коммунальные услуги Виктории становится не по силам. Артем и Кирилл стали за волонтерами не так давно. Ребята считают, что акции, подобно той, которую они провели для второклассников, нужны. И хорошие результаты от них обязательно будут. Потому что нас слушает молодое поколение и мы им рассказываем то, что надо делать. Чтобы они тоже стали волонтерами и помогали нам и тем, кто же работает в приюте. Поделившись разными историями, зооволонтеры дали понять детям, что при выборе питомца не главное, чтобы он обязательно был породистым и обладал идеальной внешностью. Важнее то, какой у него характер. Лично наш успешный опыт. У нас новый учитель в школе. Ребенок попросил кота. Очень долго они думали, сомневались. И я им предложила такой вот выход. И они буквально, может быть, месяц назад взяли в одном из приютов кошечку в Женеву. Со слов преподавателя, такие разовые акции – это капля в море. Что любовь к животным и ответственность за них нужно прививать в каждой семье из самого раннего детства. К слову сказать, ученики второго класса не остались безучастными. Мне кажется, что образ животного – это как потерять свою частичку своей семьи. Потому что если кто-то из хозяина выкинет животное, тогда животное, если кто-то его не будет кормить, тогда... Погибнет. Да. Это не нормально. Плохо, потому что им надо будет искать еду. Я думаю, можем, потому что люди могут некоторые быть добрыми, а некоторые злые. Они злые – тот, кто выбрасывает животных и не ухаживает за ними. А добрые – кто помогает им. Мы из улицы взяли. Ты считаешь, это правильно? Ну, да. Благотворительные акции в помощь животным, организованные детьми, становятся все более частыми явлениями. Стремление оказать помощь, отзывчивость и доброта, безусловно, могут спасти жизнь многим из этих существ, оставленных на произвол судьбы, лишенных внимания и человеческой заботы. И можно бесконечно слушать истории о том, как другие помогали животным, восхищаться благородством таких добродетелей, но самому оставаться в стороне. А можно набраться решимости и сделать доброе дело, ведь это совсем не сложно.